Салют, братень! Ты на канале Некарате. Канал посвящен его величеству боксу. Если любишь бокс так же, как люблю его я, обязательно подпишись. Не забудь долбануть в долбанный колокол, да и друзьям порекомендовать, я думаю, будет самое то. Братень, вкругу единомышленников обсуждать боксерские поединки, делать четкие прогнозы, конкретные выводы, это мое кредо. Так что будь любезен, поддержи канал, бахни лайк и понеслась душа в боксерский рай. И сегодня тема соответствующая. Прогнозов не будет, сегодня поговорим о топ-15 бойцах в графе поражений, у которых ноль. Я думаю, будет занятно. Действующие бойцы, это первый критерий. Второй критерий, это серьезность оппозиции. Третий критерий, это достижения, которые уже достигнуты. Поэтому писать о молодых проспектах, которые провели три поединка, я думаю, смысла особого нет. А прокомментировать место того или иного бойца имеет смысл. Так что комментируй, я постараюсь ответить каждому. Итак, ты успел подписаться? Бахнул лайк под видео? Тогда переходим к топ-15 бойцам с нулем в графе поражений. На пятнадцатой строчке моего рейтинга разместился британец Билли Джо Сондерс. 31-летний молодой человек. Что хочется сказать про Сондерса? 30 боев, 30 побед, 14 нокаутов. Но в 2018 году был допинг-скандал и Сондерс после отмены принятия препаратов, ну, вероятно, принимал, раз скандал имел место быть, замедлился, перестал двигаться, задышал, тяжело задышал. Поэтому 2021 год, возможно, с ноликом в графе поражений Сондерсу придется расстаться. Но время все расставит на свои места. А мы идем к 14-й строчке моего хит-парада. На 14-й позиции моего рейтинга разместился не менее любопытный, может быть, не столь широко известный в широких кругах Деметриус Андраде. Деметриус Андраде владеет титулом WBO, бьется в среднем весе, провел 29 поединков, 29 побед, 18 из них закончил нокаутом досрочно. Соответственно, что хочется сказать про Андраде. Уровень оппозиции не такой, как хотелось бы. Чемпион явно избегает именитых оппонентов, ждет, когда Геннадий Геннадьевич Головкин достигнет предпенсионного возраста и вот потихонечку начинает тявкать в ту сторону. И если молитвы Андраде будут услышаны командой Геннадьевича и бой состоится, нолик в графе поражений Андраде, вероятно, потеряет. Идем дальше. Тринадцатая строчка моего рейтинга принадлежит Вирджилу Ортусу-младшему. Это единственный парень без пояса, который попал в мой хит-парад. Провел 16 боев, 16 боев выиграл и все 16 поединков закончил нокаутом. Почему он попал в этот список? Потому что я думаю, что его ждет великое будущее. Начиная с того, что нокаутировал каждого оппонента, заканчивая тем, что был признан в 19-м году боксером открытием года. На 12-й позиции моего рейтинга разместился Шакур Стивенсон. Парень молодой, 23 года, но уже обзавелся титулом WBO в 2019 году и по сей день его держит. 14 боев провел, 14 побед, 8 из них закончил нокаутом. Шакур Стивенсон очень техничный парень, потому как не только в профессионалах он умел успех, также в любительской карьере хватал, так сказать, звезды с неба. Серебряный призер Олимпийских игр 16-го года, Олимпийский чемпион среди юниоров 14-го года, 11-я позиция моего рейтинга. Один из братьев Чарло Джермел потерпел поражение, достаточно спорное, а вот Джермал поражений не терпел. Продолжение следует... Соответственно, Джермал Чарло 31 поединок провел, 31 победа, 22 боя закончил досрочно нокаутом. Причем достаточно красочно. Касательно Чарло, физически нереально одаренный парень, можно сказать, что несколько однообразно, но при этом не боится никого. И за счет физики, за счет своего деревянного мастерства, отточенного, хорошего, добротного, добывает победы. Вырубить такого красавца практически нереально. Джермал Чарло по праву занимает 11-ю строчку моего рейтинга. Ну а мы переходим к десятке лучших бойцов. Напомню, 0 в графе поражений основной критерий. Ну а также оппозиция перспективы пояса. И на 10-й строчке моего рейтинга Джарванта Дэвис, подопечный Флойда Мэйвезера. Из легкого веса хочется отметить не Райана Гарсию, не Дэвина Хейни, а непосредственно Джарванта Дэвис. Танк Дэвис славится своей мощью. Очень пружинистый удар идет от ног. И победить, одолеть такого парня, ну реальное достижение. Потому как на сегодняшний момент в профи ринге никому это сделать не удалось. И оппозиция растет, реально растет. Как и навыки Джарванта. 24 боя за плечами, 24 победы, 23 из них закончил нокаутом. Джарванта Дэвис. Десятая строчка моего рейтинга. На девятой строчке моего рейтинга разместился Хосе Карлос Рамирос. В первой полусредней весовой, 63 килограмма вес, объединенный чемпион. Двумя титулами владеет Хосе Карлос, WBC с 2018 года и WBO с 2019 года. Двумя титул. И возможно, если 2021 год подарит нам объединительный поединок со следующим участником моего рейтинга Джошем Тейлором, переходим к восьмой строчке на восьмой позиции Джошем Тейлор, то, договорю мысль, Хосе Карлос Рамирос может этого нуля и лишиться. Потому как мой фаворит между Рамиросом и Тейлором все же Джошем Тейлором. Похитрее он будет. Напомню, также обладатель двух поясов, объединенный чемпион непосредственно WBA и IBF. В 2019 году после победы над Ruga.ru, ну по-другому Рэджисом Прогрессом, достались Джошу Тейлору. И тем самым Джош Тейлор закончил свое фееричное выступление на всемирной боксерской суперсерии. Стал победителем. Два пояса объединил. Также хочется напомнить, что после того, как Тейлор прошел самых серьезных оппонентом, в графе поражений по-прежнему ноль. 17 боев, 17 побед, 13 из них закончил нокаутом. Ну а мы двигаемся дальше. И на седьмой строчке моего рейтинга разместился россиянин Дмитрий Бивол. 17 боев, 17 побед, 11 нокаутов. Сеть на технике Дмитрия Бивола. По сути, уникальная техника. Носит традиции школы Исаева. Сейчас тренируется с Марьяновым. Тут и постоянный челнок. Опускает ноги на пятку, дабы не перегружать икры. Поэтому все время в движении. Все удары из движения. Руку как плетью вышвыривает своего оппонента и наносит максимальный урон. Да, не сказать, что разовый удар нокаутирующий. Но при этом тоннаж и комбинация делают свою работу. 17 боев, 17 побед, 11 нокаутов. Двигаемся на челноке, двигаемся дальше. На шестой позиции моего рейтинга Эрл Спенс младший. Двигаемся на шестой позиции моего рейтинга Эрл Спенс младший. Товарищ 31-летний, жесткий нокаутер. Вот этот парень не торопится. На подшаге очень четко ввенчивает свои удары. Он левша, левой рукой, ну просто. Правый коронный, левый похоронный. 27 поединков, 27 побед, 21 нокаут. Нокаут. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Объединенный чемпион, на секундочку. Несмотря на то, что путь к чемпионству был не самый тернистый, но победить Василия Ломаченко, пусть даже формально, пусть даже с помощью судей, не могу не акцентировать, не могу не сакцентировать на этом внимание. Но, тем не менее, в графе поражений у Теофима 0 провел 16 боев, 16 побед, и 12 из них закончил нокаутом. Посмотрим, что будет дальше. И науя, и науя. Японский монстр. Реальный монстр. Этот парень действует непосредственно от оппонента. Он смотрит, он примеряется, он дает возможность ошибиться, и как только оппонент совершает ошибку, науя этим пользуется. 20 боев, 20 побед, 17 из них закончил нокаутом. Монстр из Японии, науя и науя. На третьей позиции моего рейтинга расположился украинский тяжелоатлет, так сказать, представитель хэви-вейта Александр Усик. Если вам нравится это видео, обязательно поставьте лайк. Пусть в хэви-вейте путь только начался, но в крузер-вейте Александр Усик завоевал все возможные пояса, объединил необъединяемое, стал абсолютным чемпионом мира, выиграл боксерскую супер-серию, самые серьезные оппоненты. На любой территории Александр показывает свое мастерство. 18 боев, 18 побед, 13 из них Александр закончил нокаутом. Хочу заглянуть дальше и рассказать, что в боксерской полупрофессиональной федерации World Series Boxing, WSB, Александр Усик провел 6 поединков, 6 поединков выиграл. Александр Усик такое чувство, что не знает, что такое в принципе проигрывать. Будем наблюдать, болеть и всяческих успехов, Александр. Но пасаран, как говорится. Второй позицией моего рейтинга расположился Тайсон Фьюри. Цыганский король. Никто не знает Тайсона Фьюри. Этот парень смог одолеть Дантеа Уайлдера. Нолик у того был перечеркнут. И в графе поражения у Уайлдера появилось одно поражение. Тайсон Фьюри смог это сделать. Никто не мог, а Фьюри смог. Да бог с ним, с Уайлдером. Самого Владимира Кличко Тайсон Фьюри оставил в дураках. В графе поражений у Фьюри по-прежнему ноль. Одна ничья с Уайлдером. 31 бой, 30 побед, 21 нокаут. Будем следить за развитием событий. Ну и на первой позиции моего рейтинга разместился белый панчер. Или волк, как его называют. Артур Бетербеев. Не дружу со своим сэпидником. Основном после боя тоже не дружу. Основном, я не знаю. И даже спарринг-партнер, мне нужно, чтобы спарринг-партнер не был со мной слишком хорошим, любезным или дружеским. Я не люблю, потому что я люблю, чтобы он был со мной так же, как и я. Чтобы я чувствовал эту опасность. Я спарринговал с ним пару раз. И это, наверное, самое худшее, что я испытал в своей жизни. В детстве, я помню, меня сбила машина. Примерно то же самое я ощутил. Я уже говорил комиссии, что нужно протестировать этого парня. И выяснить, является ли он человеком вообще. Потому что вы видели его на ринге. Это же настоящий монстр. Артур обладает двумя поясами по версии IBF и WBC. 100% нокаутирующий рекорд. Это, брат, серьезно. Я думаю, ты со мной не сможешь не согласиться. Это был мой рейтинг. Топ-15 бойцов с нулем в графе поражений. Я думаю, ты заметил чудовищную несправедливость. Одного бойца спецом не включил. Твоя домашняя работа. Пиши в комментарии, кого забыл канал Некарате упомянуть в своем рейтинге. А я уже в комментарии отвечу, этого бойца я имел в виду или нет. Не забудь подписаться на канал, бахнуть королевский лайк. И до встречи в следующем выпуске. Адьюс. А то надо ездить, боюсь.